Привет, друзья! Алсу, её имя знают сегодня все. Успешная певица и телеведущая, артист ЮНЕСКО во имя мира, профессионал своего дела. Ей удалось завоевать сердца поклонников сразу после выхода первого клипа. Известные люди всегда на виду, и как бы многие из них не пытались оградить свою личную жизнь, но это практически нереально. Такие малоприятные сдержки популярности многие просто-напросто принимают как данность и особо не скрываются. К их числу относится певица Алсу. Она хоть и не скрывает свою многочисленную недвижимость и совсем не стесняется демонстрировать роскошные апартаменты, но и не делает из этого особого шоу. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Алсу и какой недвижимостью она владеет. Алсу родилась 27 июня 1983 года в городе Бугульма Татарской АССР в обеспеченной семье. Отец Алсу, Ралиф Рафилович Сафин, в то время был вице-президентом нефтяного концерна «Лукойл», а мать, Разия Исхаковна, по образованию архитектор, занималась воспитанием детей. Кроме Алсу, в семье было ещё два сына – Марат и Ренарт. Когда Алсу было 9 лет, семья переехала в Москву. Девочка пошла учиться в одной из лучших музыкальных школ. Но через год отец отправляет её в Великобританию, в частный пансионат. Он уверен, что именно там дочь сможет получить лучшее образование. И именно там стеснительная юная Алсу вышла на сцену в первый раз, и дебют удался. Тогда подруга уговорила её спеть на концерте в летнем лагере в швейцарских Альпах, песню «I'll always love you». Когда Алсу вернулась домой, она просто взахлёб рассказывала отцу о своём успехе. А он попросил дочь повторить этот номер на свадьбе у старшего брата, куда был приглашён весь столичный бомонд. И Алсу спела. Это выступление оказалось знаковым. На следующий день матери Алсу позвонила одна из её подруг, которая очень понравилась выступление девочки, и дала ей телефон продюсера Вадима Байкова, который в то время работал с такими звёздами, как Ирина Аллегрова, Алёна Апина и Жасмин. Мать Алсу так и сделала. Из того самого звонка началась профессиональная карьера Алсу. Ей было всего 15, когда после первого прослушивания Вадим Байков подобрал для неё песню, на которую сразу же сняли музыкальный клип. Именно песня «Зимний сон» стала на долгие годы визиткой певицы. Сразу стало ясно, что на небосклоне отечественной эстрады зажглась новая звезда. Вслед за дебютным клипом вышло ещё два, и после этого Алсу отправилась своё первое всероссийское турне. От фонограмм юная певица отказалась категорически, потому срочно был создан музыкальный коллектив, который всегда следовал за ней. Даже в Великобританию, куда она вернулась, чтобы продолжить обучение в колледже. Прошло совсем немного времени, и молодая звезда получила предложение от американской звукозаписывающей компании на долгосрочный контракт, который предлагал выпуск семи англоязычных альбомов. В 16 лет Алсу выпала честь представить Россию на Евровидении, одном из самых престижных музыкальных конкурсов. Она была самой молодой из участников, но состязалась очень достойно. По результатам голосования Алсу оказалась второй. После окончания британского колледжа Алсу возвращается в Россию, поступает в театральный институт, а её продюсером вместо Байкова становится Деннис Инглсби. Со смены продюсера начинается и новый виток в творчестве певицы. Зарубежные гастроли, совместные записи с мировыми звёздами и первый актёрский опыт, который, кстати, Алсу тоже получила за границей. Съёмки в триллере «Ловушка для духа», для которого она ещё и записала заглавный саундтрек. Не оставили талантливую девушку без внимания и российские кинематографисты. Алсу пригласила в свой фильм Светлана Дружинина. В картине «Виват Анна Иоанновна» Алсу сыграла роль одной из фрейлин-императрицы. В апреле 2005 года подруга Алсу, Ариана, познакомила её с бизнесменом Яном Абрамовым. Он пригласил её в ресторан, и когда она пришла, сел за рояль и исполнил несколько её хитов. Дальше был период ухаживания. Молодой человек просто задаривал Алсу букетами цветов и дорогими подарками. И уже через несколько месяцев после знакомства предложил выйти замуж. Пара поженилась в марте 2006-го. Церемония бракосочетания прошла в государственном центральном концертном зале «Россия». Влюблённые готовились к свадьбе полгода. Впрочем, сама Алсу решала только творческие вопросы. Ян же взял на себя все остальные хлопоты. На торжество было приглашено более 600 человек. Отец жениха подарил молодоженам просторную квартиру в центре Москвы. А семья Алсу обрадовала пару ключами от загородного дома. Общая стоимость недвижимости на тот момент составляла 3,5 миллиона долларов. Чуть позже стало известно, что певица ждёт ребёнка. Пара приняла решение рожать первенца в Лос-Анджелесе. 7 сентября 2006 года на свет появилась дочка Софина. 28 апреля 2008 года Алсу родила вторую дочь Микеллу. А в августе 2016 года на свет появился сын Рафаэль. Микелла пошла по стопам мамы и начала строить певческую карьеру, хотя её старт был омрачён скандалом, прогремевшим на всю страну. В апреле 2019 года Алсу оказалась в эпицентре скандала из-за победы её дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос дети». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56% голосов. Но многие, и не только рядовые зрители, но и представители шоу-бизнеса усомнились в честности победы, так как другие участники выступили куда более достойно. Алсу обвинили в использовании своих социальных сетей ради пиара дочери, а также в покупке рекламных постов в Инстаграм Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и других знаменитостей. Первый канал пообещал провести расследование, а ведущий шоу Дмитрий Накиев призвал аннулировать результаты голосования и провести новый финал. Расследование выявило факт накрутки голосов. Результаты финала были аннулированы, а на репутации Алсу с семьёй появилось гигантское пятно. В итоге победителями детского сезона были признаны все финалисты, включая Микеллу. Правда, девочка отказалась от участия в переснятом финале шоу, а вскоре выпустила совместную песню с другим участником «Голоса дети» Максимом Ержаном, которому изначально и прочили победу. Алсу полностью посвятила себя семье и воспитанию детей. Её редко можно увидеть на сцене и светских вечеринках, а в гастролях речь не идёт и вовсе. Но её ничуть не смущает этот факт. Она обрела счастье в семье и ни на что не променяла бы его. Сейчас певица многодетная мать, и они с супругом не балуют своих детей и учат их ценить деньги, заработанные тяжёлым трудом. Но нужно признать, что детство двух дочерей и сына Алсу нельзя назвать скромным. Дети живут в роскошном особняке и могут получить всё, что только пожелают. Старшие дочери певицы обучаются в частной международной московской школе, которая находится на Рублёвке. Стоимость обучения в заведении составляет 500 тысяч рублей в месяц. Большинство людей не столько впечатляет творчество звёздных исполнителей, сколько интересует, как же всё-таки они живут, и что новенького успели построить или приобрести. Не стало исключением и певица Алсу, которая особо и не скрывает свои роскошные апартаменты, но и не стремится выставлять на показ. Первую квартиру на Никитинском бульваре Москвы певице подарили родители. Эти шикарные апартаменты любимая дочь получила в своё единоличное пользование на совершеннолетие. Учитывая то, что это родительская квартира, а звёздная дочь лишь изредка в ней обитала между гастролями и учёбой в Лондоне, то интерьер остался нетронутым. Как известно, Алсу с 10 лет училась в Лондоне и жила с семьёй старшего брата. Но когда подросла и стала на творческую стезю, у неё появилась квартирка в хорошем районе столицы. Эта квартира имела студийный проект, единственным исключением стали обособленная кухня, изолированная ванная комната и мини-душ в фитнес-зоне. Домик в Подмосковье Алсу приобретала уже сама, и его дизайн-проект тоже делала собственноручно. Учитывая то, что это загородная резиденция, то и стиль был выбран соответствующий. По-настоящему домашний, тёплый и уютный. После замужества певица практически перестала посещать эти уютные апартаменты, ведь теперь у неё появилась более весомая недвижимость. После замужества Алсу вместе с мужем поселились в самом элитном жилом небоскрёбе Триумф Палас, расположенном в Чапаевском переулке, одном из округов столицы. Их резиденция находится на 57-м этаже, непосредственно возле шпиля башни, благодаря чему знаменитость может ежедневно любоваться панорамными красотами, открывающимися с такой умопомрачительной высоты. Но у кого из известных и богатых нет особняка в Крыму? Естественно, и у Алсу появилось чудное поместье благодаря папе. Эту роскошную резиденцию в селе Орловка вблизи Севастополя он подарил своим внучкам, чтобы каникулы они проводили не в Подмосковье, а грелись под ласковыми лучами крымского солнышка. Этот обычный с виду домик прячет за своими изгибами огромную территорию, на которой нашлось место не только шикарному особняку, но и парочке кортов, конюшне с огромной лужайкой, а также небольшому театру и даже настоящей мечети. Учитывая то, что любимой и единственной дочери папа подарил яхту с красноречивым названием Алсу, там организовали личный причал с пляжем. Есть даже вертолётная площадка, чтобы именитые гости могли незаметно посещать столь роскошный уголок уединения и отдыха. Но настоящим семейным гнездом стал огромный особняк, именно там они проводят больше всего времени. Пятиэтажный коттедж площадью в 4000 квадратных метров построили на элитной рублёвке. Во время строительства несколько раз дом пришлось сносить, ведь хозяевам что-то всё равно не нравилось. Хотя его обустройством и занимались самые именитые дизайнеры, но последнее решающее слово было за Алсу. Ей хотелось особого лоска и роскоши, поэтому не только потолки, но и стены украшает оригинальная лепнина тонкой работы, а огромные многоярусные хрустальные люстры создают особую иллюзию настоящего дворца королевы. Как и полагается мужчине, Ян – главный добытчик в семье, он зарабатывает больше своей супруги. При этом муж ввёл для Алсу сразу несколько ограничений в шоу-бизнесе, подрезавших её доходы. Так он запретил ей выступать на корпоративах, ведь, по мнению Яна, петь на мероприятиях, где гости едят – кощунство. Основным источником заработка бизнесмена является производство оружия. В 2002 году он возглавил компанию «Новой технологии», впоследствии переименованную в «Новые оружейные технологии». Предприятие занимается производством средств для самозащиты, травматических и газовых пистолетов. Благодаря выигранным тендерам предприятие ежегодно отгружает полиции продукцию более чем на 20 миллионов рублей. Пользуется популярностью ОСА и у гражданского населения. Также Ян числится учредителем ЗАО «Ричленд Плаза», владея четвертью всего предприятия. Основным видом деятельности ЗАО является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение. Имя предпринимателя упоминается и в качестве учредителя основанного два года назад станкостроительного завода в Санкт-Петербурге. Ян Абрамов числится президентом Московской пиротехнической ассоциации и владельцем одной пятой доли компании. Ассоциация специализируется на исследованиях конъюнктуры рынка, а также на изучении общественного мнения. В 2016 году бизнесмен вошел в число акционеров компании «Галактика» и возглавил ее наблюдательный совет. «Галактика» занимается компьютерными разработками и создает цифровые системы для управления предприятиями, финансовыми и производственными процессами. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!